всем привет рада видеть вас на своем вязальном канале меня зовут светлана это видео я хочу сделать коротким вяза влогом которым я хочу вам рассказать какие у меня изменения произошли моих процессах что я вязала за довольно таки непродолжительный период времени что я начала вязать что я распустила давайте приступим первое самое такое важное и нужное вы сейчас видите перед собой это я вижу легкую шапку для сына эта шапка была уже связана и вот я ее распустила была связана значит вот даже видно вот это вот резиночку я оставила была вот такая резинка это 7 сантиметров резинки потом вверх была связана лицевой гладью и закрыта петью петью клинами ну во-первых на сыне шапка без отворота смотрится не очень красиво как-то очень оттопыривается в районе ушей шапка была немножко великовато в длину в высоту и мне не понравилось закрытие пятью клинами я решила переделать шапку связать отворот отворот у меня будет не фиксированный я не люблю фиксированные отвороты они почему-то у меня всегда короткие получаются ну возможно я просто не набила руку и шапку я закрою круглой макушкой то есть без клиньев оставлю два сантиметра до конца недовязанными и за эти два сантиметра я методом по две петли убавлю и оставшиеся там сколько будет петель в районе десяти петель я просто стену буду ли завязать лицевой гладью вот такая вот у меня первоочередная работа вяжу из итальянской бобинной пряжи стопроцентная мериносовая шерсть производитель лана гата артикул хармони 1500 метров на 100 грамм у этой пряжи я ее в пять ниточек сложила и вяжу на спицах номер три с половиной вяжу зингами спицы эти не люблю не люблю почему потому что а это не разборные они вот цельные с леской и вот здесь вот очень плохой переход он прям такой цепляющийся еще ниточки много ниточек и в общем больше такие спицы покупать не буду следующее моё что я делала вот такая вот вещица у меня осталось если вы смотрели предыдущее видео я показывала эту вещь намного больше я решила распустить это изделие не потому что она там какое-то плохо сидит хотя в общем то принципе меня это тоже смущало но мне кажется это пряжа сюда не подходит я точно такое же платье свяжу но из другой пряжи я буду вязать из мериносовой шерсти с шелком но это уже наверное будет у меня осенью потому что в общем то теплое платье вязать летом как-то мне не хочется кокетку я оставила если честно мне просто ее жалко распускать потому что она мне очень нравится может быть я докуплю вот эту вот пряжу и свяжу ну в общем то что я распустила я решила из него вязать новый процесс и я вязала очень долго и очень много узнаете да не отпускает меня это 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 косичка и это дорожка лицевая не отпускает я их все время хочу это изделие я решила вязать платье платье будет короткое я вставлю фотографию которой вдохновилась на вязание вот это вот изделие там будет костюм костюм я хотела связать я связала юбку полностью но мне не понравилось то что она у меня была очень широко набрена в районе пояса очень большая ширина и она прям морщилась и я ее распустила поэтому ну вот узор и сама вот идея вот этого вот полотна меня ну не отпускает уже второй месяц и я решила что все таки надо мне это связать чтобы моя душа была спокойно платье будет короткая длина связана от низа до талии это здесь ну порядка 51 сантиметра я вязала с убавками вот здесь вот по вот этим вот жгутам можно заметить они здесь шире здесь уже убавки делала и в жгутах и в лицевых дорожках вот кстати вот это вот убавка в лицевых дорожках хочу снять экспресс мастер-класс по этому платью надеюсь что скоро это все будет мне еще нужно вязать 20 сантиметров до уровня проймы потом я буду делать пройму для вточного рукава хочу v-образную горловину но я не знаю может быть я круглую таки свяжу я еще в общем то как-то так сомневаюсь немножко все-таки платье теплое а v-образная горловина грудь вся сверху в общем я мерзляк и мне как бы такой вариант не очень подходит ну посмотрим и рукав я буду вязать отдельно и рука будут не полностью таким узором ну все расскажу по порядку пока этим узором я не перегорела этим изделием я не перегорела я хочу его очень быстро закончить потому что уже идет тепло уже теплеет скоро я переключусь на летнее вязание это буду вес валяться у меня и если она будет валяться то сто процентов не 99 процентов я его распущу в общем-то меня так держит этот узор что нужно это все сделать сейчас покажу какая пряжа пряжа ализала на gold fine 51 процент акрила 49 процентов шерсти 300 так где тут написано вот триста девяносто метров на 100 грамм и цвет у нас двадцать восьмой пыльная роза он назывался на сайте цвет более приглушенный чем вы видите он более ярче показывается на камере в реальности он более приглушенный такой ну в общем я не особо и любителю розового но почему то у меня все розовое ну бывает в общем работаю я над этим процессом очень активно парила я его ну естественно оно такое вот кучерявая потому что я с распущенной пряжи вязала опарила я вот до вот этих вот пор вот снизу вот она вот это вот опаренная здесь ровненькая такое красивенькая а дальше уже не пареная я просто смотрела думаю после стирки разровняется или нет но если после от паривания она разровнялась то если стирка не поможет то отпаривание поможет так что я работаю надеюсь скором будущем и покажу вам то как она на мне смотрится и мастер-класс дальше тоже спонтанная работа я вообще не думала не ожидала и не представляла что я ее начну обродила я по просторам интернета вижу крючком крючок моя любовь крючок кловер амур номер три лучшего крючка в жизни я не встречала это это ну в общем амур он и есть амур без слов обродила я по просторам ютуба и наткнулась на иностранный мастер-класс по вязанию мужского джемпера и он был связан вот таким узором что-то такое очень похоже на рис спицами но более какой-то рельефный вот так рис спицами он не такой рельефный а этот более такой вот рельефный и такой вот какой-то в общем он мне тоже покоя не дал этот узор я захотела его попробовать я его попробовала он мне очень понравился была у меня пряжа я покупала тут турецкая пряжа я покупала ее ради интереса с такой пряжей я не работала и в общем-то решила попробовать это пряжа himalaya lana люкс 800 на 100 грамм 800 метров полушерсть 50 процентов акрила 50 процентов шерсти рекомендую спицы три с половиной и номер цвета 74 626 темно-синий классический цвет пряжа пряжа ну такая она пушистенькая вот даже вот здесь вот видно что она такая пушистенькая после стирки она еще пушистей становится колкая и колкая и ниточка такая неравномерная есть то утонть утонешение то утолщение я в 2 нити взяла и вяжу крючком номер три не знаю полотно какое-то я бы не сказала что плотная но не стирала я его поэтому я не знаю но мне нравится но вяжется довольно таки как-то долго наверное за того что пряжи темная сложновато мне с ней с темной пряжей справиться но ничего желание есть вязать нравится как как ложится в узор очень так рельефно структурно прям ну прям очень нравится резиночка рельефная 2 на 2 2 вогнутых 2 выпуклых столбика очень красиво тоже смотрится я никогда не вязала резинку 2 на 2 раньше в общем тоже этот процесс меня захватил и ночами спать не дает хотя я не планировала его начинать я вообще не думала уже же ценой ничего начинать хотела уже на летние переходить и тут вот меня и платье это захлестнула и этот джемпер будущий меня захлестнул и в общем я вся опять обзавелась процессами и опять вижу много всего и такое впечатление что чем больше я процессов вижу тем больше мне хочется их еще заводить какой-то безумно пол дальше значит этот джемпер сыну что я тут сделала ну да вязаным у меня корпус до конца довязан до низа я уже показывала связан рукав и горловинку обвязала я горловинка она смотрится как-то так немножко бедно что ли хоть не знаю как это назвать куца но это пряжа такая надо стирки так смотрится после стирки она расправится и будет хорошо смотреться горловину я закрыла иголочкой рукав я тоже закрыла иголочкой а вот не с классическим способом закрыла обычным с протяжкой и начала вязать второй рукав уже перешла на красный цвет вишневый принципе если захотеть то это на день работы но мне не нравится вязать эту пряжу не нравится еще и карбонами вяжу а карбоны у меня ой 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 они такие у меня сейчас покажу если видно будет так на красном не видно сейчас покажу не на красном вот такие вот у меня красивые карбоны они когда-то были белые кончики теперь они у меня красные потом я решила поработать над своими бабушкиными квадратами вот такая тут у меня бахрома миллион кончиков это только две полосы а мне надо я так посчитала 6 или 7 полос вот два квадратика да мне надо вверх до плечей 6 или 7 то есть я еще толком не определилась какую я хочу высоту квадратик у меня 9 на 9 сантиметров получился 12 квадратиков эту полосу я постирала потому что я подумала что вдруг она изменится после стирки или растянется или наоборот в сядет поэтому ну как бы мне надо было знать сколько мне их вязать здесь у меня 12 квадратиков этих бабушкиных и 9 сантиметров это получается чуть больше 50 сантиметров в ширину после стирки он у меня стал чуть ли не 60 сантиметров я даже не знаю как бы он как как вот так вот растянулся но может быть когда их будет больше они растянутся вот так поэтому я и говорю что я не знаю сколько я хочу шесть или семь рядов ну пока я их отложила как-то я от них подустала еще меня очень сильно угнетают вот эти вот я как представлю сколько мне над ними работать придется убирать эти кончики уже и кардиган не хочется но я бы не сказала что я плохо кончиком отношусь но когда их по четыре или поскольку тут по три штуки с каждого квадратика этих квадратиков получается сейчас у меня уже 24 еще и рукава и в общем много мне кажется я вязать его буду быстрее чем кончики прятать ну ладно это уже мелочи в принципе мне нравится как получается сразу хотела в хаотичном порядке ставить вот эти вот квадратики потом решила что я буду каждую ленту смещать на один такие вот они у меня будут со смещением на один их 4 вот у меня вида вот такие вот они у меня и вот так вот я вижу результат мне конечно нравится но много когда много процессов когда хочется все успеть ну и последнее мое продвижение совсем мизерная крошечная это вот этот вот кардиганчик не состоявшийся до превратившийся в джемпер журненький для дочки я связала переднюю деталь переднюю полочку вот такого вот размера это в сантиметрах я даже не знаю сколько 21 сантиметр а мне до пройм надо 32 сантиметра а потом еще на высоту пройм 15 сантиметра ну в общем получается еще 20 сантиметров не вязать грубо ну в принципе ну может быть тоже день работы потом конечно сборка и оформление горловины это еще один день работы но если захотеть то вот этот вот джемпер и джемпер для сына в марте месяце за неделю даже даже больше чем за неделю до получается ну неважно за неделю я сделаю но процессов конечно много и хочется каждый двигать и вот так я никогда не думала что я столько буду вязать одновременно вот так ну продвижение конечно же у меня есть и когда есть вдохновение то как то и время берется и силы берутся для вязания но когда нет вдохновения нет настроения как-то вяжется очень мало поэтому я желаю вам всем вдохновения хорошего настроения ровных петелек побольше новой пряжи а мы с вами увидимся в следующих видео всем спасибо за внимание и всем пока